Добрый вечер. На канале НТВ, в прямом эфире, футбол. Стадион Сантьяго Бернабел. Сегодня здесь московский Спартак проводит свой второй по счету матч в первой групповой стадии турнира Лиги Чемпионов. Матч, который каждый может считать либо самым главным, потому что он против, безусловно, главного соперника. Спартак сегодня играет против самого титулованного клуба мира. Вмещается. Булатов. Нет в ней игры. Можно бить. Калиниченко. Оооо! Штанга. Тихонов подбирает мяч. Опасный момент. Продолжается атака. Титов. И выше ворот. Да, чего у Калиниченко не отнять, так это видение поля. Посмотрите еще раз. Получил мяч на грани. Абсолютно случайно произошло. И Шведой вырезал мяч в дальнейшем. Дальний угол так, что едва-едва не попал в обнаженный дальний угол. Сильный прямой удар. Резанный такой. Здорово получилось. Ох, отобрал мяч, но не пошел вперед. Данил Фондю ускоряется. Тихонов. Убедит его Калиниченко. Паст на Тихонова. Можно забивать. Ну! Да. Ну, конечно, не стопудовый голевой момент. И Кассири все сделал правильно. Вот там вызывает события интересного. Чуй сыграет на Робсона. Опасно! Ой! Опять штанга. Опять штанга. Хотя, может быть, сейчас не так опасно, как в случае с Калиниченко, потому что ближний угол Кассири, в общем-то, перекрывал. Но, вообще-то, надо бы забивать такие мячи. Снова опасная атака. И от рук Кассирица мяч уходит за пределы поля. Тихонов. Это Савио, простите, был. Тоже не погулять вышел. Савио штрафной. Уходит от Ананка. Ананка успевает мяч конце концов выбить. Главой. Пошел Фигу подавать. Это Карлос. Опасный момент. Эльгера еще становится 1-0. Ну, что тут поделось? Ну, что тут скажешь? Наступил Спартак на те же грабли, что и все прежние команды, игравшие с Реалом. Нельзя расслабляться. Класс игроков Реала очень высок, понимаете? Команда ничего особенного не показывает. Командная игра, ну, просто ниже среднего. Ниже всех мыслимых требований, которые к такому звездному ансамблю могут предъявляться. Но это, безусловно, команда с точки зрения коллективного духа. И это, безусловно, большие мастера. Вот Эльгере проиграли касание. И все, и получаете. А ведь понятно, что прострел должен был быть. Должны быть очень внимательные защитники. Ну, и Ковтун, и Парфенов. А вот и Парфенов прозевали. Прозевали. А Эльгера тут как тут. Защитник, а сыграл... Куда хуже смотрится. Наверное, Карлос в кое-штабное. Удар. Ну, вот по штангам 2-1. Уже поза Спартака размочили счет по штангам футболиста Реала. Парфенов. Небрежный пас. Небрежный пас. Фигу. И Ковтун играет небрежный. Фигу идет к воротам. Перемонов блестяще играет ногой. И Парфенов не позволяет мячу выйти на угловой. Маркао. Молодец. Маркао. Удар. Маркао. Это приобретение. Это отличное для Спартака приобретение. Маркао сегодня дважды сыграл просто блестяще. Как он умел и использует свои габариты. Мощь. Это не фатально. И это, повторяю, не просто коннотация факта. Возможно, повторяю, возможно, это резерв спартаковского роста. Но в сегодняшнем матче все это не получилось. В сегодняшнем матче Спартак проигрывать был не должен. Но проиграл 1-0. Мяч провел Иван Эльгера. В начале самого второго тайма, сыграв на опережение спартаковской штрафной. И на этом телекомпания НТВ и ваш комментатор Василий Уткин заканчивают репортаж из Мадрида. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова